и отрисовать не буду хорошо брать две новости у меня для вас первая новость это то что я прохожу эту книгу фактически вместе с вами первый раз я проходил только лишь на где-то мы были в my копе и поэтому вот сейчас тут еще как бы я второй раз выезжаю во все процессы поэтому я как бы совместно с вами процессе это первая новость для вас поэтому не нужно смотреть на меня как на специалистов и я вакуума я попал очень больше специалистов я столько раз прошел а вторая часть то что вот я узнал сегодня что мне нужно проповедовать и вы даже думали отменить может пропадем оттолны но думаю что не стоит потому что должна сложиться целостная картина поэтому не судите меня строго в то же самое время откройте свои сердца чтобы слышать что будет говорить нам всем дух святой хорошо давайте мы с вами прочитаем книга пророка вакуума 3 глава всю главу целиком молитва а вакуума пророка для пения господи господи услышал я слух твой и убоялся господи совершить дело твое среди лет среди лет яви его во гневе вспомни о милости бог от фимана грядет и святой от горы паран покрыла небо величие его и славу его наполнилась земля блеск ее как солнечный свет от руки его от руки его лучи и здесь тайник силы его перед лицом его идет язва а по стопам его жгучий ветер он стал и поколебал землю возрел и в трепет привел народы вековые горы распались первобытные холмы опали пути его вечные грустными видел я шатры эфиопские сотрясались палатки земли мадиамской разве на реке воспал господь гнев твой господи гнев твой разве на реке негодование твое или на море ярость твоя что ты вошел на коней твоих и на колесницы твои спасительные ты обнажил рук твой поклятвенному обетованию данному коленом ты потоками рассек землю увидев тебя воспрепетали горы ринулись воды бездна до врагово свой высоко подняла руки свои солнце и луна остановились на месте своем перед светом летящих стрел твоих перед сиянием сверкающих копе твоих в огне не шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы ты вступаешь ты выступаешь для спасения народа твоего для спасения помазанника твоего ты сокрушаешь главу нечистивого дома обнажая его от основания до верха ты пронизаешь копьями его главу вождей его когда они как вихрь ринулись разбить меня в радости как бы думая поглотить бедного скрытно ты с конями твоими провожу путь по морю через кучину великих вод я услышал и воспрепетала внутренность моя привести осем задрожали губы мои боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною а я должен быть спокоен в день бедствия когда придет до народ мой грабитель его хотя бы не рассвела смоковница и не было плода на виноградных лозах и маслина изменила и него не дала пищи хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стоилах но и тогда я буду радоваться от господи и веселиться о боге спасения моего господь бог сила моя он сделает ноги мои как у болея и на высоту моей возведет меня господи спасибо тебе за этот текст благословение сейчас размышлят о нем помоги мне оставаясь на линии донести те истины которые ты заложил через авокума в слове твоем благословение иисуса христа аминь хорошо братья главная мысль этого текста звучит следующим образом авокум приходит правильному пониманию бога и это приводит его правильному отношению к обстоятельствам авокум приходит к правильному пониманию бога и это приводит его правильному отношению к обстоятельствам таким образом можно сделать тему для проходи следующим образом правильное понимание бога дает правильное отношение к обстоятельствам какова структура данный текст я разбил на три части первая часть со 2 по 11 стихи представление авокума кто есть бог бог есть судья первая часть представления авокума кто есть бог и его представление что бог это судья вторая часть 12 по 15 стихи и здесь тоже представление авокумом бога кто есть бог бог и заступник и третья часть представить правильное понимание представления авокума бога дает ему правильное решение к тем обстоятельствам которых он помещен вот три части и давайте об этих трех частях и поговорим но я знаете вот когда размышляю о книге авокума я вижу что вся книга в целостности в первую очередь это личное свидетельство авокума а его размышлениях вот этих вот сложных обстоятельствах на его страну должны напасть халдеи прийти уничтожить это доказание божье за то что народ израильский век себя неблагочестиво неправильно и вот его личные размышления и личные вопросы к богу но дальше мы видим как его личные размышления и личные вопросы становятся достоянием общественности и вообще уже во второй главе мы видим как сам бог говорит вот то личное чтобы вы на тебя теперь напиши ясно если в первой главе мы видим что это размышление вопросы самого авокума то второй главе мы уже видим как богу и возьми и напиши и чтобы твое личное свидетельство могли прочитать другие люди когда него прочитают мы не знаем как они его прочитали мы не знаем возможно эту книгу не читали аж до возвращения из плена бабе гонского только лишь спустя там больше семидесяти лет приезда и неемии возможно тогда эта книга была найдена потому что мы не видим чтобы народ у прочитав эту книгу раскаялся в покаянии москва ну раз вы читали книгу авокума моего пророка услышали его пророчество меняли и поэтому я вас хочу вас помиловать то же самое время мы видим что как те вопросы которые авокум задает богу казалось бы эти вопросы должен задавать первую очередь кто сам правитель сам царь должен бы задать эти вопросы почему на меня сейчас нападают другие народы почему сейчас вот я стою перед лицом бедствия но мы видим что они царь не народ эти вопросы не задает а это означает что состояние народа печальное состояние правительства также печально также мы с вами видим из первой главы как какое представление самого авокума о боге если вы посмотрите прочитайте первую главу то вы увидите что авокум говорит следующее ты медлежь ты не действуешь ты не заступаешься за нас ты не слышишь нас ты ничего не хочешь делать из-за этого вот суд твой стал превратным а законам твоим пренебрегают как будто бы авокум пытается надавить на божью жалость вот такое его представление то есть манипулировать богом смотри господи вот если ты сейчас за нас и так и законы пренебрегают что же другие люди то про нас скажут что же про тебя то другие люди подумают и мне возникает вопрос а откуда у авокума именно такое представление о боге откуда взялось мы когда слушали первую проповеди в течение у других проповедей на протяжении трех дней мы примерно представляем то есть авокум неоднократно по крайней мере было сказано что это человек который был в кроме неоднократно возможно это бог священника возможно даже и бог левит то есть это человек который на регулярной основе слушал слово божье это человек который знал если он был священником левитом он знал и должен был дать слово божье должно быть но было представление о боге какой есть бог но когда я читаю книгу пророка авокума я нигде не вижу ни одной сноски на ветхий завет он нигде не не анализирует а вот вот потому что моисей когда вводил народ в землю обетованную бог собрал всех и бог сказал слушай израиль через моисей было сказано если ты будешь соблюдать то-то и то-то я благословлю тебя если же ты не будешь соблюдать этого то я накажу тебя и народы которые вокруг тебя придут и поработать тебя это все есть текстах священного писания но вы нигде не видел чтобы авокум ссылался на эти тексты мы нигде не видишь вот цитировал эти тексты читая книгу авокума я анализирую его с другим пророком с пророком ионы у которого тоже были свои вопросы у которого были даже свои ответы уже не задавая вопросов но мы с вами знаем из 2 главы книги пророка ионы как иона молится и мы неоднократно говорили я даже когда проповедовал на этот текст я говорил это как в контексте минуса да то есть в контексте недостатков ионы то что иона в своей молитве не говорит ни одного своего слова а все все время цитируют ту или другую книгу текст из книги псалты вся молитва не воды это чужие молитвы которые он собрал но здесь его доставляется для меня положительным героем в контексте того что он знает священное писание а иона пророк каком царстве в отличие от авокума это пророк северного царства которого даже и украинка возможности сходить то не было потому что северное и южное царство были в конфронтациях до своей молитвы он скажет опять же слова давида процитирует что я увижу храм твой но в то же самое время иона цитирует и цитирует очень четко и ясно в конце своей книги пророк иона цитирует ветхий завет из книги исход 34 глава вы что ты бог милосердный и человеколюбивый и многомилостивый здесь читая пророка авокума я не нахожу я специально постарался посмотреть по сноскам посылка может где-то что-то цитирует да есть какие-то похожие слова или похожие фразы где-то может там из псалтыри там про стуканов что-то говорит как будто бы его взял оттуда но на самом деле все богословие авокума построена на том он видит окружающий мир и видит он его со своей позиции и человеческая позиция очень часто неправильно он смотрит на этот мир и говорит мы праведники и хочется задать вам вопрос а какие же вы праведники а что там творится в храме у вас а как священники а как царь ведет себя а как люди ведут себя на самом-то деле становится очевидным что не такие то уж они правильные потому что на самом деле даже само по мировоззрение авокума основана не на священном писании хотя он постоянно в храме а на тех обстоятельствах которые вокруг него и а его осуждение которые вокруг него и ему его суждение говорит о том что ты прав а бог не прав что же произошло что же повлияло когда вы в третьей главе читаем и вот я вижу да я специально главную мысль так и назвал что пришло правильное понимание и возникает вопрос что повлияло на авокума если это не было словом божьим ну единственный текст который цитирует авокум можно подтянуть мне кажется это авокума 2 глава 20 стих он скажет а господь во святом храме своем домолчит и вся земля перед лицом его а господь во святом храме а господь во святом храме своем двоеточие домолчит вся земля перед лицом его вот эту фразу говорит авокум а откуда ну салтырь 10 10 псалом 4 стих господь во святом храме своем господь престол его на небесах очень его зрят вежды его испытывают сынов человеческих то есть даже если может возможно авокум после цитирует этот текст ну очень так сказать и в свободной форме но даже оконцовка этого текста звучит следующим образом вежды бога испытывают сынов человеческих и вот здесь возможно здесь авокум начинает понимать что сегодня бог испытывает его как божьего человека и других праведников которые будут которые попадают вот под суть божий в то время которое произошло таким образом братья мы видим как политика как мировоззрение того времени влияет на божьего человека и даже если он находится постоянно в храме божьем даже если находится постоянно служение полку по богу мы видим как вот это мирское пусть так не побоюсь этого слова между вот этот взгляд повлиял на вакуума возможно вы братья со мной не согласитесь возможно будет у вас какие-то другие объективные наблюдения ну потом можем поделиться и обсудить вот моё вот впечатление и от прочтения этой книги вот по крайней мере первых двух глав вот оно вот такое что влияло на вакуума я вижу что это не было словом божьим это были представления самоправильного даже так можно сказать о вакуума и его вопросы которые как минимум детские как максимум даже где-то похоже и на какой-то и робот что же на самом-то деле повлияло на вакуума что произошло в его жизни почему он так начинает реагировать я думаю что наверное понимание которое записано 2 глава восьмой стих вот как здесь сказано это уже бог отвечает а вакууму на его ожидания первой главе авакуума задают вопросы во второй главе он стоит на страже на на башне и ждет что ответит ему бог и вот что бог отвечает так как ты ограбил многие народы здесь речь идет здесь а халкдеев то есть у авакуума такое восприятие почему халкдеи народ неправильный захватывать нас евреев народ правильный правильный да с глазами божьими а бог уже дал рассуждение свое и вот что влияет на вакуума 8 стих так как ты ограбил многие народы то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой за разорение страны города и всех живущих в нем и вот здесь вот вот с этой позиции бог открывает и другими словами спускается на уровень авакуума и начинает разговаривать менталитетом авакуума то есть авакуум ты возмущаешься что неправедные наказывают праведных по твоему мнению ты не переживай потому что и для халкдеев будет своя участь я также их нахожу в свое время и вот заметьте что после этих слов начинается меняться тон и настроек послания что здесь начинает уже горе понимаете то есть бог спускается на уровень авакуума и если ты не понимаешь божьего слова если ты не понимаешь того что я когда-то сказал божьему слуге моисею что интересно ведь слова моисея это стопроцентное божье слово почему потому что когда иисус христос будет находиться в искушении он будет цитировать именно слова моисея сказали во второзаконии не хлебом единым будет жив человек господу богу поклоняйся ему одному и этих слов коротких фраз иисуса христа будет достаточно чтобы сатане все стало понятно и он даже отойдет от христа на время то есть даже таких малочисленных цитат было бы достаточно чтобы по ним поменять мнение чтобы поменять отношения и мировоззрение но в книге авакуума простите меня брать я нигде не вижу чтобы авакуум цитировал хоть один текст из второзакония или из других текстов священного писания его представление зиждется на его собственном отношении к этому миру и бог разговаривает его из бог не переживай авакуум те кто тебя грабят последствия тоже понесут ответственность и вот подходя опять же кто и заявленной теме о которой я сказал что правильное представление о боге дают правильное отношение к обстоятельствам мы видим как во второй главе уже поменялось отношение авакуума к обстоятельствам и к богу и он совершает молитву которая даже записана в виде песни и что же здесь вот в этих словах которые представляет его как здесь начинает представлять его бога и первое первое его представление бог есть судья здесь он уже поставил на один уровень и халдеев и евреев бог есть судья и он судья не только народов языческих он судья всякого народа и вот что скажет авакуум бог грядет совершит свое дело слова его наполнится вся земля покрыла небеса велики небеса покрыли величием его покрыты величием его он приводит народы в трепет природа и земля трепещет перед богом вот какой есть суд и какой есть судья и когда я размышляю о второй главе и вот на природе я вижу как в четвертой главе книги откровений судья праведный сидит на престоле твоем и все все что вокруг него странные существа с разными лицами с двадцать четыре старца которые вокруг него множество народа которые падают перед ним и говорят достоин ты судить этот мир потому что ты и святой и праведный потому что бог своих судах всегда был праведным его самый мощный суд который состоялся над всем человечеством описан книги бытие когда бог судит мир потопом бог будет судить этот мир и дальше в будущем и вот здесь так вы знаете локальный суд над божьим народом и здесь для авакуума как раз есть это представление бога судьей смотрите посмотрите во второй стих услышал я слух твой и убоялся почему авакуум убоялся потому что здесь происходит правильная вот это перелом представления у авакуума о боге кто есть бог и кто есть я чтобы задавать ему вопросы я увидел я услышал я убоялся до того как пришло вот это правильное понимание у бога кого-то были вопросы и вопросы были дерзкие знаете я еще знаю одного персонажа который задавал богу массу вопросов и это вопросы были объективные и правильные это и он почему я страдаю почему происходит то что происходит я ведь праведник я не должен страдать и книга иова если вы внимательно читали и заканчивается уже вопросами бога к человеку к иову он задает там более 20 вопросов и вопросы эти такие которые ну не дашь ответ кто создал вселенную кто создал живот кто это сделал кто то сделал и и понимает что бог опять же сходя на уровень его и задавая ему свои вопросы а и у его возникает ответ я лучше помолчу мне стоит хотя и праведник стоит помолчать и поразмышлять о жизни вы видите как у библейских героев также как и у авакуума когда бог открывается им происходит этот перелом мировоззрения и они начинают правильно понимать бога и к чему же приводит страх божий страх которым убоялся авакуум авакуум скажет совершить дело свое пускай воля твоя осуществится воля твоя будет на земле как на небе то есть когда у человека меняется мышление от своего собственного мировоззрения в мировоззрение в сторону божьего то тогда он говорит господи пусть лучше твоя воля совершится моя воля не имеет ценности моя воля не представляет ничего главное чтобы твоя воля совершилась совершилась среди лет и вот здесь вот авакуум все-таки любя свой народ он говорит его новом небе своем вспомни о милости даже судя этот народ вспомни не забывай что ты есть бог милосердный возможно он вспоминает слова моисея или может быть он читал книгу про кривона где сказано что бог есть милосердный и человеку любил дальше мы смотрим 3 4 стихи где сказано где сказано что свалую его наполнится земля в лески и как солнечный свет от руки его лучи и здесь тайник силы его когда я читаю эту фразу я думаю здесь тайник свалу его о чем понимает авакуум что он вкладывает в эти слова где здесь конечно же авакуум он мыслит территории своей он мыслит имуществом твоим и этим заканчивается книга что даже если у меня не будет ни того ни другого я буду славить то есть он не мыслит в глобальном контексте где-то они славы но вот здесь вот где мы находимся где здесь вот где храм божий где израиль находится здесь и есть но на самом деле для апостола павла фраза здесь уже по-другому и он скажет так где здесь где здесь тайна его тайна силу его и апостол павел в полосяном скажем следующее для познания тайны бога христа в котором сокрыты все сокровища при мудрости и ведения это мнение павла то есть если для авакуума здесь это вот здесь где я нахожу в моем маленьком мирке то для павла тайна это там где есть церковь и тайна где христос живет верующих и что же в этой тайне только лишь силы потому что у авакуума опять вот есть силы и слабость есть бессилье он постоянно вот эти контрасты обыгрывает в своем пророчестве а для павла сила во христе и в нем закрыта не только силы но и все другие сокровища и все премудрости и все верения во христе иисусе авакуум конечно скажет что бог есть тот перед чьим лицом идет язва а по стопам его жгучий ветер и дальше дальше будет объяснять что бог гораздо сильнее чем халдеи потому что халдеи управляет на свою человеческую силу и он очень прекрасно опишет их в первой главе здесь же мы видим как авакуум сменяет акцент на могущество человеческой армии в сторону божьей силы самый сильный это не халдеи а тот кто сильнее их это бог что же он способен если но здесь важно сравнить в контрасте придя домой брать еще раз перечитайте первую главу сравнить ее с 3 главой как он описывает халдеев и как он описывает бога где халдеи это могут прибегать приближать куда угодно поймать что угодно взять пленных обогащаются ну вот какой есть бог он способен покалимать землю он способен взором привести народу в трепет представьте себе ситуацию бог заходит поглядел на все и все в трепете евангелие от марка 10 глава помните иисус христос въезжает в Иерусалим и куда он идет в храм и что он делает осмотрев все удалился хозяин пришел посмотрел и мне кажется когда я читаю этот текст что тот нам такой что христос недоволен здесь перед взором божьим народы трепещут он способен вековые горы растопить он способен первобытные холмы разрушить и даже пути вечные разрушить что за пути вечные такие ну традиции и установления человеческие дальше аваком скажет что бог способен грустными сделать шатры эфиопские я не понимаю почему тут аваком начнет ефиопию при приплюсовывать да может быть там больше исторического какого контекста но как мне кажется что наверное эфиопия тогда тоже как мощная армия набирала силу и бог способен вот этих эфиоплян вот эту мощную армию сделать так что все они смотрят им становится грустно с восьмого по одиннадцати стихи аваком раскрывает причину того почему происходит то что происходит он говорит ну что разве господь гневается на реке нет разве он гневается на море нет так почему же он гневается почему же он вошел на колесницу включил свою боевую машину и привел его в движение достал свой лук и готов сражаться почему почему он обнажает свой лук и ответ прост потому что клялся коленом о каких коленах идет речь я думаю что о коленах израильского народа где бог клялся еще раз скажу и засуешь на моисе и бог клялся что если ты будешь праведным то будет с тобой все хорошо а если ты будешь грешить то тогда придут другие народы благословлю тебя если будешь поступать правильно а если нечестиво то поднимут против тебя народы и увидел тогда божий гнев и говорит земля рассеклась горы вас припитали воды растянулись без до дорогого свой солнце и луна остановилась вот какой есть бог бог есть судья и судья праведный это стало правильным представлением оба кума бога вторая часть представления оба кума бога что бог есть заступник он в негодование попирает народы но при этом вступается и спасителем становится для народа своего бог заступается за помазанника своего помните вот он задает уже вопрос а что с праведником во второй главе в первой главе на вакуум задает вопрос а что с праведником и здесь он отвечает что бог заступится за помазанника своего какой же есть бог бог во гневе шествует по земле бог в негодование попирает народы бог сокрушает голову нечестивого дома обнажая его до оснований до верха он пронзает копьями голову и вождей дома нечестивого вот какой есть бог и в то же самое время вакуум скажет что он тот кто вступается для спасения народа своего и он идет для того чтобы спасти помазанного своего конечно же для меня это пророческие слова которые говорят о христе в первую очередь что христос есть помазанный и христос есть святой и представитель святого народа но для вакуума первую очередь он говорит о себе посмотрите 16 14 и 15 стихи когда они как вихрь ринулись разбить меня и в радости как бы думая поглотить бедного скрытно а ты с конями пойми провожу путь по морю через пучину великих вод а ты пришел чтобы заступиться за меня и да так оно и есть потому что а вакуум скажет что праведный веру жив будет и конечно в первую очередь о себе и это нормально когда мы этот же текст используем для себя мы праведные веру и мы верой своей будем жить но это не означает для нас сегодня братья что бог обязательно от всех искушений освободить нас от всех бед защитит нас теперь никто никогда не причинит нам никакого зла никто никогда нас не обманет никто никогда не причинит нам никакой боли это не так потому что уже апостол павел когда цитирует этот текст праведный веру жив будет он говорит это в контексте вечности и если сегодня праведника убиваю потому что живет в нечестивом мире это не означает что бог не защитил его но для павла это означает что для него открылась новая дверь новая перспектива ибо для праведника жизнь христос а смерть приобретение ну и конечно же третья часть братья правильные представления бога дают правильные представления этого мира как мы представляем бога так мы представляем и мир меня всегда вдохновляют святые люди 4 5 века со своим неправильным представлением о боге например вы знаете такого иоанн столкня который считал что чтобы быть правильным нужно много страдать и что он сделал он просто поставил огромный стол 18 метровый метр на метр квадратный и жил на нем там больше 20 лет то что принесет твой поезд вот у человека какая была вера неправильные представления боги дало ему неправильное поведение был такой еще макарий младший знаете что сделал ну за бога нужно страдать он пошел в болото залез по поезд болото и два года жил в болоте когда все пиявки змеи комары мошкара кусали его за два года он превратился уже был весь в язвах и когда он уже вылез на этом как-то достигнув спасения вылез оттуда вот люди когда его видели и думали что он прокажем то есть настолько он был в язвах и все это человек делал ради того чтобы угодить иисусу христу господу нашим на самом деле неправильные представления дают нам неправильное представление о мире сегодня вся вот эта чепуха о евангелии благосостояние когда если ты много жертвуешь что ты обязательно будешь здоровым успешным богатым и зла с тобой не приключиться знаете как тенденция поменялась если там в те времена их неправильное представление было такое если ты много страдаешь вот тогда тебе будет спасение то сегодня другое неправильное представление который говорит если ты много жертвуешь много служишь много делаешь для бога и для церкви для царства его то богу уже ну некуда деваться ему просто придется тебя благословить ну ты просто знаете и схватил господа бога ну смотри сколько я сделал для тебя и теперь ты должен меня благословлять неправильное представление о боге знаете когда приходит правильно оно рождает кризис позвольте я поделюсь с вами своим кризисом кризис веры я получил здесь вот в этом здании когда учился в библейском колледже я уверовал читая текст священного писания синодальной переводе и 2 тимофея 316 я воспринимал как все писание бога духновенно и полезно но как написано по-русски так есть все писание буквально я сюда мне сказали что знаю что есть еще греческий текст еврейский текст в смысле греческий вы что хотите сказать что христос слова божия мне нам не по-русски я так думал нигде на русском языке дал не вот на нашем вот таком любименького то готов синодальный и конечно же когда мне сказали что можно читать и другие переводы я настолько испытал серьезный кризис я ушел в и я несколько дней оттуда не выходил представляете моя такая религиозность и любовь к слову божьему сложилась во мне вот таким неправильным пониманием и я не говорю что в осуждение синодального перевода сейчас я и греческий знаю и еврейский а я говорю о том что если ты во что-то свято веришь и потом вдруг ты сталкиваешься с тем что вот то во что-то свято верил оказывается это не так то ты будешь испытывать кризис если ты свято верю в то что если ты много служишь бог обязан тебе дать хорошую жену хорошего мужа красивых детей хорошую машину еще что-то и когда этого нет ты разочаруешься в боль и вот здесь а вакуум испытывает этот кризис веры и когда он испытывает кризис веры он описывает его следующим образом востребетала внутренность моя от радости задрожали губы мои боль проникла в кости моей колеблется место подо мной вот какой кризис испытывает а вакуум потому что то как он воспринимал бога рушится в нем и только как он воспринимал свой собственный мир и себя самого и раз уж я правильный то что то я то точно страдать не должен и вот здесь вот рушится все восприятие это приводит к тому что он начинает господи вот что происходит со мною и вот тогда когда твою жизнь приходит кризис веры и ты стоишь на вот таком распутии и августин блаженный называл это распутье арбитриум когда ты стоишь перед двумя альтернативами и должен сделать правильный выбор и вот здесь вот у тебя два пути ты либо разочаруешься в боге и скажешь я не хочу верить такого бога он не не интересен потому что годами я ему служил он мне ничего взамен не дал либо же ты скажешь господи что бы ни происходило моей жизни я все равно хочу славить тебя и прославлять тебя и продолжать служить тебе это серьезный выбор перед нами который бог ставит нам всегда когда мы ехали братом я говорю что знаете сегодня мы живем в таком мире когда фразами хлебом единым будет жив человек наверно особо актуально потому что большинство людей пренебрегают словом божьим церковью какими-то встречами христианскими только лишь потому что они начинают очень сильно заботиться о хлебе своем насущным почему тебя нет вы знаете у меня прям просто аврал бизнеса мне деньги нужно зарабатывать у меня я в кредитах я в ипотеках или еще что-то и мне нужно быть там потому что там немного принесет дохода а какой доход принесете мне вы и знаете человек не задает этот вопрос но я знаю что внутри в глубине души он уже сделал переоцентывается там не быть лучше чем здесь и брать я скажу вам так чтобы всегда всю оставшуюся нашу жизнь будем всегда стоять перед подобным выбором всегда будут какие-то искушения всегда будет как это что-то чего-то мне нужно быть там в другом здесь там что-то какие-то обстоятельства чтобы не быть здесь и не вы не находиться в общении божьего слова мы всегда будем стоять перед этим выбором занимаясь изучением священного писания я вижу как братья в моей церкви периодически подходит каким же выбором так я не смогу приехать потому что почему в пробке в пробках долго стоять я хочу же того или еще что то и много чего можно может целую книгу сборник я уже могу написать сборник почему я не буду сегодня с вами надо писать издать популярность пользоваться деньги заработать на этом чтобы они не оправдываются сразу посмотрел глава такая путь такой параграф такой все это же 15 на 1 на 315 меня нет потому что нога болит все ясно все понятно или денег много или еще что-то на самом же деле а вакуум принимает очень серьезное решение мы не знаем последствия этих решений действительно так произошел как он говорит но по крайней мере он записал это и он говорит что хотя бы не расслабила смокровница и виноградная лоза и маслины изменила не плата не давали того нету и другого нету мое решение на кого такое я все равно буду славить господа я все равно будут славить моего бога потому что в нем моя сила в и он сделает ноги мои как у оленя а кто еще увидел господа бога таким какой он есть вот здесь а вакуум видит бога такой какой он есть и он принимает решение я вас не было откровения первая глава первые стихи я вижу как иоанн богослов тот который лежал на груди у иисуса видит иисуса христа и вот какое его представление тот который постоянно говорит что я любим ученики а тот который лежал у груди и вот книги откровения на 5 видит иисуса и вот что он говорит я обратился чтобы увидеть чей голос этот говорит со мной и обратившись увидел я всем золотых светильников и посреди светильников подобно сыну человечеству обреченным в паде и поперся опоясано золотым поясом голова его и голоса его были как белая волна как снег знаете все вот эта картина приводит к тому что он пал как мертвый он не мог ничего сказать не мог ничего сделать и при этом отношения христа а он положил на меня руку свою и сказал мне не бойся такова реальность когда мы видим бога такой какой он есть наше мировоззрение меняется и мир наш меняется и тогда хочется упасть как мертвый но в то же самое время господь наш и спаситель все равно подходит нам всегда всегда говорит не бойся ты со мной не бойся опять возвращаясь ключевому тексту книги пророка а вакуума я бы не возникает вопрос что что-то повлиял на него чтобы вот этой мощной движущей силой а вакуума 2 глава 13 14 стихи вот как ты сказано вот не от господа лесового это и вот он говорит арбиту да вот этот выбор что народы трудятся для огня до этого написал идол а здесь он говорит о народах и вот здесь я тоже задаться вопросом для чего вот эта вся суета который вокруг нас куда идет этот мир и а вакуум говорит четко народы трудятся для огня и племена мучают себя напрасно понимаете да все что не часть жизни вокруг служения все что не часть жизни вокруг господа бога все это для огня и все это мучение для себя ибо земля наполнится познанием славы господа как воды наполняют море то есть вся эта земная суета остановится и наступит другой момент земля наполнится познанием славы господа как воды наполняют море братья а вакуум не жил в этот период когда пришли халдеи этот период еще не наступил и сегодня даже тогда когда пришел кристос и даже тогда когда духом святым живет у нас даже тогда когда состоялась день пятидесятницы даже когда апостолы исцеляли учеников земля еще не наполнилась познанием славы господа и как воды наполняют море это когда же это произойдет в будущем там впереди и это то что является ключевым для нас и здесь для нас вопрос кто я и почему я делаю то что я делаю я человек божий и делаю я это потому то есть почему я служу богу потому что жду когда земля наполнится познанием славы господа как воды наполняет море читаю книгу откровения последние фразы вот что там происходит и ничего уже не будет проклятого но прессов бога и агнца будет в нем и рабы его будут служить ему вот кто я рад него что я буду делать буду служить ему знаете часто подходят верующие ко мне может быть и пану прошу о чем это будем делать в этой вечности на на арфах играть просто собираться и петь песни оливуя же господь все там знаете как-то скучновато и думаешь может в аду будет поинтереснее у этих не у меня у этих людей да если они задаются таким вопросом я господи лучше уж лучше на арфах петь в раю чем гореть где-то червь не умирает огонь не угасает но здесь мы четко видим что рабы его то есть дети его дети больше будут служить ему и узрят лицо его и имя его будет на челах их и ночи не будет там и не будут иметь нужды не в светильнике не в свете солнечном ибо господь будет освещать их и будут царствовать во веки веков мы будем служить и будем царствовать и вот тогда именно в той точке будет наполнена земля славой господа а что же нам остается делать пока еще этого не произошло и на крови не опять отвечает на этот вопрос неправильно пусть еще делает неправду нечистый пусть еще осквернится а праведный дотворит правду еще и святой 아이 освещается еще активе читая книгу аббакума я еще раз вижу как неправильное понимание приводит к неправильным последствиям и неправильным восприятиям мира а правильное восприятия бога приводит правильным восприятию жизни мира и обстоятельств поэтому братья потому что мы должны еще больше и больше изучать и погружаться в понимание, кто есть Бог и кто есть я в Его Божественном плане, чтобы когда придут трудные времена, а может быть они уже у кого-то из нас, чтобы сказать, что бы ни произошло, я все равно хочу прославлять Господа Бога. Потому что меня ждет служение Его там в вечности и царство, и царствование с Ним во веки веков. При всем при этом, братья, какое же сердце Божье? Когда я читаю книгу Аввакума, и не только книгу Аввакума, но и всю Библию, я вижу, как Божье сердце, во-первых, чтобы наполнить землю образом Божьим. Дальше, я вижу, как желание сердца Божьего наполнить землю образом Христа. Бог хочет, чтобы мы, христиане, отображали образ Христа в своей повседневной жизни и в конечном счете наполнить землю славу Свою через народы, которые придут прославлять Бога в вечности и мы вместе с ними. Да благословит нас Господь! Давайте помолимся! Боже Небесный, я благодарю Тебя за милость Твою, которую Ты оказал нам, которую Ты оказал в Акуму, и порой мы видим, как наше представление о Тебе может быть где-то не соответствует тому, какой Ты есть, и Ты вносишь свои коррективы, и наша система убеждения ломается, рушится, и для нас это болезненно, но Ты все равно остаешься неизменным, и в любую минуту Ты все равно приходишь к нам и берешь нас за руку, ведешь нас по этой жизни. Господи, помоги нам иметь правильную систему убеждений, правильные принципы, правильное понимание Тебя, а если где-то нужно подкорректировать, корректируй, Господи, и пускай вот, когда мы будем стоять перед этим выбором, Господи, выбирать прославление Тебя, и являть славу Твою здесь, на земле, где мы находимся, и явить славу Твою там в вечности, когда придем в Царствие Твое, благословивая Иисуса Христа, Аминь. Аминь. Друзья, буквально 3-5 минут попрошу вас присесть, и буквально пойдем через несколько минут на обед, просто вырусим.